Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дальность плавания 6000 миль Место базирования Владивосток С 1996 года «Варяг» — флагманский корабль Тихоокеанского флота Моряки называют его «убийцей авианосцев» На вооружении крейсера 16 крылатых ракет Каждая из них способна уничтожить любой корабль противника На расстоянии в 500 километров Старший помощник командира крейсера Эдуард Москаленко Впервые прочитал историю о подвиге «Варяга» и канонерской лодке «Кореец» еще в раннем детстве Экипаж гвардейского ракетного крейсера «Варяг» по сигналу «Большой сбор» на подъем гвардейского флага построен С тех пор, по его словам, образ русского морского офицера стал для него примером для подражания Сегодня на гвардейском ракетном крейсере служат 38 офицеров Все они с гордостью называют себя «Варяжцами» Особым почетом здесь окружено имя Всеволода Федоровича Руднева Командиры прежнего легендарного «Варяга», который 100 лет назад вступил в неравный бой с 14 кораблями японской эскадры Если бы я оказался рядом с Рудневым и теми моряками с «Варяга», я бы пошел с ними в бой Я бы поддержал это решение Поскольку русские моряки, черт повторяю, именно моряки, флаг перед врагом не спускали и спускать не будут Я в этом уверен Более 300 лет назад по указу Петра Великого над русским кораблем был впервые поднят Андреевский флаг С тех пор в историю нашего флота вписано немало героических страниц Но именно крейсер «Варяг», отказавшийся спустить этот флаг перед огромной вражеской эскадрой в далеком 1904 году навсегда остался в народной памяти самым ярким символом русского бесстрашия, самопожертвования и воинской доблести А начиналась история этого корабля более ста лет назад в американском городе Филадельфия Легкий бронепалубный крейсер «Варяг» был построен в Соединенных Штатах Америки по заказу русского морского министерства Местом строительства были избраны верфи американской компании «Вильям Крамп и сыновья» в городе Филадельфия на реке Делавер Стороны подписали контракт 11 апреля 1898 года Выбор именно этой судостроительной фирмы был не случайный Завод Крампов хорошо знали в России Здесь неоднократно ремонтировали корабли нашей Атлантической эскадры Строили и переоборудовали для русского флота крейсера, купленные в Америке К тому же Чарльз Крамп обещал сдать готовый «Варяг» всего через 20 месяцев Это было значительно быстрее темпов строительства кораблей на русских казенах завода Например, знаменитый крейсер «Аврова» строился на Балтийском заводе по готовому проекту около 7 лет Однако все вооружение «Варяга» было сделано в России Орудия на Абуховском заводе, торпедные аппараты на Петербургском металлическом Ижорский завод изготовил оборудование для камбуза Телефонные аппараты были также заказаны в России, поскольку американские уступали им по качеству и надежности Иконы для корабельной церкви написали в Петербургском Новодевичьем монастыре Икоря заказали в Англии 19 октября 1899 года после освящения и молебна крейсер был торжественно спущен на воду Без сомнений, этот могучий корабль, писала одна из филоглифийских газет Построенные для России руками дружественной нации, сослужат службу в час призыва к защите Варяг поражал современников не только красотой форм и совершенством пропорций Но и множеством технических новинок, примененных при его строительстве По сравнению с кораблями, созданными ранее, он имел значительно больше приборов, работавших на электричестве Шлюпочные лебедки, брашпили, элеваторы для подачи снарядов и даже тесто-мешалки в корабельной пекарне были снабжены электроприводами Впервые в истории кораблестроения вся мебель крейсера была сделана из металла и покрашена под дерево Это повышало выживаемость корабля в бою и во время пожара Варяг стал и первым русским кораблем, на котором телефонные аппараты были установлены практически во всех служебных помещениях включая посты у орудий Одним из слабых мест крейсера были новые паровые котлы «Никлоса» Они позволяли развивать высокую скорость, иногда до 24 узлов, но были крайне ненадежны в эксплуатации Во время ходовых испытаний комиссия из России обнаружила еще целый ряд дефектов, на исправление которых ушло более полугода В результате Варяг был сдан на 7 месяцев позже контрактного срока, в начале 1901 года Старые верфи, на которых более 100 лет назад был построен крейсер Варяг, находятся всего в 10 минутах езды от центра Филадельфии К сожалению, здесь сохранилось немногое Несколько полуразрушенных открытых стапелей и три старых цеха Это все, что осталось от когда-то могущественной и обширной империи Крампов Во время Второй мировой войны завод был полностью реконструирован и приспособлен для нужд военно-морских сил США Здесь ремонтировали и строили американские подводные лодки Поэтому сегодня даже местные специалисты не могут указать точное место, на котором был заложен и построен знаменитый русский корабль Во времена строительства Варяга на этих верфях работало 6,5 тысяч человек Одновременно с крейсером морское министерство России заказало Крампу и броненосец Ритвизан для российской тихоокеанской эскадры Он строился на соседнем стапеле в одно время с Варягом Российские заказы стали для завода Крампов настоящим подарком судьбы Под впечатлением его успехов на международном рынке Американское правительство заказало Крампу 4 новых крейсера для военно-морских сил США Для филадельфийцев было настоящим счастьем то, что русские выбрали для постройки своих кораблей именно наш город В конце 19 века Филадельфия переживала тяжелую экономическую депрессию И заказы русского императорского флота позволили обеспечить работы многих кораблестроителей и рабочих в Америке Поэтому, когда в 1898 году был подписан контракт на строительство Варяга Русских моряков здесь принимали как самых дорогих, близких друзей Благодаря русским морякам в Филадельфии появился и первый православный храм Это церковь Андрея Первозванного на Пятой улице Она была построена силами местной православной общины на пожертвования команд Варяга и Ритвизана В церковном музее хранится полный список матросов и офицеров Варяга, пожертвовавших деньги на строительство храма Одна из самых ценных исторических реликвий – подсвечник, который использовался во время освящения Варяга Кресты и иконы были подарены приходу матросами и офицерами Ритвизана Точно такие же иконы украшали и корабельную церковь Варяга Освящение собора состоялось вскоре после ухода русских кораблей из Филадельфии По традиции нынешний настоятель Свято-Андреевского храма, протеерей Марк Шин во время праздничных богослужений на Проскомидии Поминает всех матросов и офицеров Варяга И тех, кто жертвовал на храм, и тех, кто участвовал в знаменитом сражении при Чемульпо По происхождению настоятель Свято-Андреевского собора наполовину француз, наполовину американец Его отец был полковником американской армии Мать француженка, серьезно изучала русскую культуру и обожала все русское Родился отец Марк в Брюсселе в 1947 году, где в возрасте 15 лет принял православие После окончания духовной семинарии в Париже стал священником русской православной церкви В Свято-Андреевском соборе служит уже более 16 лет Для меня подвиг Варяга – символ русской чести, символ русского героизма, символ русской души Который хранится в традициях Великой России уже много поколений Он для Америки, конечно, уникальный символ Потому что Варяг связывает Россию с Соединенными Штатами уже в лучшем смысле И показывает всему миру, в том числе и американцам, которые об этом забыли уже Настоящий дух России и российского воина Андреевский флаг и вымпел были подняты на Варяге 2 января 1901 года В марте того же года крейсер навсегда покинул Филадельфию Впереди его ждала Россия Утром 3 мая 1901 года Варяг отдал якорь на Большом Кронштадтском рейде Через две недели состоялся высочайший смотр Крейсер посетил император Николай II Корабль так понравился царю, что крейсер был тут же включен в эскорт императорской яхты «Штандарт», направлявшейся в Европу После официальных визитов в Данию, Германию и Францию Крейсер отбыл к месту постоянной службы на Дальний Восток 25 февраля 1902 года он бросил якорь на внешнем рейде Порта Артура До этого Варяг успел побывать в Персидском заливе, Сингапуре, Гонконге и Нагасаке Повсюду появление нового эффектного русского крейсера произвело огромное впечатление Между тем ситуация в Китае была уже предвоенной Япония, недовольная усилением русского влияния на Дальнем Востоке, лихорадочно готовилась к войне с Россией На английских верфях практически заново был построен ее флот К 1903 году армия мирного времени была увеличена в два с половиной раза Число орудий в три раза При этом для переоснащения своей армии японцы брали, в том числе и из Европы Только самые передовые и современные виды вооружений Страна восходящего солнца, так же как и Россия Считала дальневосточный регион зоной своих жизненных интересов Результатом грядущей войны, по мнению японцев, должно было стать изгнание русских из Китая и Кореи Отторжение острова Сахалин и установление господства Японии на Тихом океане Над Порт-Артуром сгущались тучи 27 декабря 1903 года, по старому стилю, командир варяга Севолод Федорович Руднев Получил приказ русского наместника выйти в корейский международный порт Чимульпо По замыслу командования крейсер должен был установить надежную связь Между Порт-Артуром и нашим посланником в Сеуле А также обозначить русское военное присутствие в Корее К этому моменту японцы уже начали перехватывать и задерживать русские дипломатические телеграммы Это старая часть корейского порта Чимульпо Именно сюда прибыл крейсер «Варяг» 11 января 1904 года В инструкциях начальника эскадры, вице-адмирала Старка, варягу предписывалось Ни в коем случае не мешать высадке японцев в Корее, если она начнется до официального объявления войны А также запрещалось покидать Чимульпо без приказа вышестоящего начальства Старое название порта Чимульпо не сохранилось Сегодня это город Инчхон, который считается главными морскими воротами Южной Кореи Но общий вид залива со всеми островами и гаванями остался почти таким же, как и в 1904 году Из-за сложного фарватера и мелководья крейсер «Варяг» бросил якорь на внешнем рейде В нескольких милях от берега Через несколько дней к нему присоединилась канонерская лодка кореец Очень скоро Рудневу стало ясно, что японцы готовятся Чимульпо к крупной десантной операции 25 января 1904 года он лично отправился в Сеул, чтобы уговорить русского посланника Павлова Немедленно покинуть Корею вместе со всей миссией В южнокорейской столице сохранилась часть здания старого русского посольства Где происходил непростой разговор командира «Варяга» и русского посланника В итоге Павлов так и не решился оставить посольство без приказа своего ведомства Через сутки порт Чимульпо был уже заблокирован огромной японской эскадрой Она насчитывала 14 боевых кораблей, включая один из лучших в мире броненосных крейсеров «Осама» Рано утром 27 января 1904 года по старому стилю Руднев получил ультиматум адмирала Урио Японский командующий предлагал покинуть порт и сдаться на милость победителя В противном случае он угрожал атаковать русские корабли прямо на рейде Узнав об этом, командиры иностранных судов направили японцам протест против боя на нейтральном рейде В то же время они отказались сопровождать русских до выхода в море Где те имели бы больше возможностей для маневра и отражения атаки Новоряги и корейцы начали готовиться к бою Двое против 14 По русской традиции все матросы и офицеры переоделись в чистые рубахи Многие члены экипажа написали прощальные письма родным и близким Одно из них сохранилось до наших дней Принадлежит оно младшему врачу варяга Михаилу Лаврентьевичу Банщикову Вот эти строки Дорогая мамочка, идем в сражение Прощай и прости, Юзю поцелуй Видно так Богу угодно Целую тебя крепко-крепко Прости, целую, Миша Михаилу Банщикову удалось вернуться из этого боя живым Позже он написал С благоговением вспоминаю незабвенную картину Общего громадного подъема духа Казалось, нет преграды этим преобразившимся людям В 10 часов 45 минут к команде с речью обратился Руднев Вот его подлинные слова Братцы, я получил от японского адмирала предложение уйти с рейда до полудня Иначе он атакует нас все эскадры прямо на рейде Численность вражеской эскадры неизвестна Но нам и не надо знать Мы все равно пойдем в бой и поддержим честь русского флага Никаких вопросов о сдаче не может быть Исполняйте ваши обязанности спокойно, без торопливости Особенно надеюсь на комендоров Помните, братцы, каждый снаряд должен попасть в неприятеля В случае пожара тушите его без огласки, давая мне знать Осенним себя крестным знаменем и с твердой верой в милосердие Божие Пойдем смело в бой за веру в царя и отечество Один из офицеров впоследствии вспоминал Такого громового ура, каким все мы ответили нашему командиру Второй раз в жизни не услышишь Этот уникальный снимок варяга был сделан с одного из иностранных кораблей Всего за 20 минут до начала боя В этот момент священник варяга, отец Михаил Взяв в руки икону Александра Невского Обошел все орудийные расчеты, благословляя моряков перед последним боем В 11 часов 20 минут варяг и кореец снились с якоря и пошли навстречу японской эскадре В знак восхищения перед мужеством русских моряков Французы, англичане и итальянцы выстроили команды своих кораблей на палубе Мы салютовали этим героям, шедшим так гордо на верную смерть Написал в своем донесении потрясенный командир французского крейсера Паскаль В эти минуты музыканты варяга исполняли гимны европейских держав В ответ на итальянском крейсере Эльба оркестр играл русский национальный гимн Эльба оркестр играл русский национальный гимн Когда русские корабли появились на горизонте, японцы подняли сигнал, предлагавший сдаться Руднев приказал на сигналы противника не отвечать Несколько минут адмирал Урию напрасно ждал ответа Поначалу он просто не мог поверить, что русские идут не сдаваться, а атакуют его огромную эскадру Впоследствии он не любил вспоминать об этом эпизоде В 11 часов 45 минут флагман японской эскадры крейсер Осама открыл огонь по варягу Один из первых японских снарядов угодил в верхний носовой мостик и разрушил дальномерную станцию В результате прямого попадания погиб младший штурман граф Алексей Нирот Он стал первой жертвой этого сражения После боя нашли только часть его руки, сжимавшей дальномер Через две минуты варяг открыл сильный ответный огонь с правого борта Особенно тяжело пришлось в этот момент комендорам, которые находились на верхней палубе Японцы впервые применили в этом бою новую тактику Они буквально засыпали варяг фугасными снарядами сильного разрывного действия Даже от удара о воду такой снаряд разрывался на сотни мельчайших кусочков В теле одного из раненых патросов врачи варяга обнаружили более 120 осколков На русском флоте тогда использовали в основном мощные бронебойные снаряды Иногда они прошивали корпус вражеского корабля насквозь, не успевая взорваться Именно такими снарядами варяг отвечал неприятелю Вскоре в результате попадания шестидюймового японского снаряда на корме крейсера вспыхнул пожар Один из офицеров, участвовавших в том бою, вспоминал Всюду была кровь и кровь, обгорелые руки и ноги, разорванные тела и обнаженное мясо Но даже в этом аду русские моряки показали примеры невероятного мужества и хладнокровия Старший артиллерист варяга, лейтенант Зарубаев, чтобы подбодрить подчиненных Несколько раз не спеша проходил вдоль орудий, помогая корректировать стрельбу Мичман Губонин, получив множественные ранения ног, продолжал командовать третьим орудием Пока не упал от потея крови Раненые отказывались покидать свои места По свидетельству Банщикова в лазарет поступали лишь те, кто уже не мог стоять на ногах Когда очередным взрывом сорвало кормовой флаг Боцман Петр Оленин, рискуя быть убитым, поднял новый Весь его мундир был изорван осколками Но сам он остался невредим В 12 часов 15 минут Руднев принял решение ввести в бой орудие левого борта Когда корабль начал разворачиваться, в него почти одновременно попало два крупных снаряда Первым взрывом была перебита труба, в которой находились все рулевые приводы В результате пришлось срочно перевести крейсер на ручное управление Осколки второго снаряда влетели в боевую рубку Три человека, стоявшие рядом с Рудневым, были убиты на месте Сам командир Варяга получил ранение в голову Но, несмотря на контузию, он остался на своем посту и продолжал руководить боем Когда расстояние между противниками сократилось до 5 километров В бой вступила канонерская лодка «Кореец» Теперь ее снаряды долетали до противника Любопытно, что за все время боя ни один японский снаряд не попал в нашу канонерскую лодку Накануне командир «Корейца» Беляев приказал укоротить мачты Что помешало японцам точно определять расстояние и корректировать стрельбу В 12 часов 25 минут «Варяг» открыл огонь с левого борта Прямым попаданием был уничтожен кормовой мостик «Осама» После чего на японском флагмане начался сильный пожар К этому моменту японский крейсер «Токатиха», получив сильные повреждения, вынужден был выйти из боя Один из вражеских миноносцев затонул В 12 часов 30 минут два японских снаряда пробили борт «Варяга» под водой Крейсер стал плохо слушаться руля и крениться на левый борт Пока команда задраивала пробоины, Руднев примел решение вернуться в Чимульпо На рейде он планировал исправить повреждения и потушить пожары, чтобы потом снова вернуться в бой В 12 часов 45 минут с приближением к рейду и японцы, и русские прекратили огонь Сражение продолжалось около часа За это время «Варяг» успел выпустить по противнику 1105 снарядов В 13 часов 15 минут израненный дымящийся «Варяг» отдал якорь на рейде По свидетельствам очевидцев, вся его палуба была залита кровью В обгоревших помещениях крейсера лежало 130 раненых матросов 22 человека погибли во время боя Из 12 шестидюймовых орудий в исправности оставались только два Дальнейшее сопротивление было невозможно И тогда военный совет принял решение Корабли, чтобы они не достались японцам уничтожить А команды по договоренности разместить на иностранных судах Получив обращение Руднева, командиры европейских кораблей Немедленно прислали шлюпки с врачами и санитарами Во время эвакуации несколько раненых варяжцев, не выдержав мучений, скончались Больше всего русских, 352 человека, принял на свой борт французский крейсер «Паскаль» Англичане забрали 235 человек, итальянцы – 178 Впоследствии многие иностранные моряки были награждены российскими медалями В знак признательности за помощь Единственный, кто отказался принять русских и оказать им медицинскую помощь Был командир американского судна «Виксбург» капитан 2-го ранга «Маршаль» В 15 часов 30 минут на варяге открыли кингстоны и клапаны затопления А на этом уникальном снимке, сделанном с английского корабля, запечатлен взрыв корейца В 18 часов 10 минут варяг лег на левый борт и скрылся под водой Нашей съемочной группе удалось побывать на месте боя и гибели крейсера «Варяг» Катер для этого похода предоставила служба береговой охраны Республики Корея Сегодня любые съемки в этом районе могут проводиться только с разрешения и в присутствии военных Сказывается близость северокорейской границы и напряженное отношение между Сеулом и Пхеньяном Но нам разрешили снимать практически все, кроме военных причалов Крейсер «Варяг» – великий корабль, а русские моряки – настоящие герои Говорили нам южнокорейские офицеры Подобные слова здесь, в Инчхоне, мы слышали от самых разных людей Многие местные жители считают бой русского крейсера с японской эскадрой Одним из самых выдающихся событий в многовековой истории города На современном быстроходном катере нам удалось преодолеть весь боевой маршрут «Варяга» Менее чем за полчаса Это остров Йодальми, возле которого произошла кульминация боя Здесь был ранен Руднев Отсюда крейсер повернул в сторону рейда, чтобы исправить повреждения Однако вернуться в бой ему уже было не суждено Сейчас мы с вами находимся в четырех с половиной милях от порта Чемульпо на месте гибели «Варяга» Именно здесь, 9 февраля 1904 года, пылающий русский крейсер с поднятым Андреевским флагом ушел на дно В общей сложности после открытия «Кингстонов» агония корабля продолжалась два с половиной часа Мало кто знает, что Руднев даже обращался к командиру английского крейсера «Элбот» С просьбой выстрелить в район «Ватерлинии», чтобы ускорить гибель «Варяга» Русские офицеры опасались, что японцы успеют подойти к медленно тонущему кораблю И хотя бы на несколько минут поднимут на нем свой флаг После затопления «Варяга» и «Корейца» к острову Вольмидо, расположенному у входа в порт Вместе с обломками кораблей прибило множество человеческих останков По словам местных историков, все они были сожжены прямо на берегу Сейчас здесь автобусная остановка Сто лет назад море подходило прямо сюда Теперь здесь автострада Ее построили во время реконструкции порта После того, как русские уничтожили свои корабли, «Варяг-Хореец» на этот пляж выбросило много разных обломков И в том числе куски человеческих тел Руки, ноги, другие останки На них были обрывки военной формы, по которым удалось определить, что это останки матросов «Варяга» Мы с вами стоим как раз на том самом месте, где по приказу японцев все это было сожжено До сих пор ни в одном российском источнике этот факт никогда не упоминался Неподалеку от Осрового в Альмидо сохранилось и здание госпиталя, где были оставлены и проходили лечение раненые варяжцы Оно находится на улице Соманг-Иль, что переводится на русский язык как «Дорога мечты» или «Дорога желаний» В 1904 году госпиталь, основанный английскими миссионерами, принадлежал японскому Красному Кресту Медицинский персонал состоял из японцев и корейцев Главным врачом был англичанин Японские военные дали честное слово русскому посланнику, что не будут считать раненых матросов «Варяга» военнопленными И после выздоровления возвратят всех их на родину Слово свое они сдержали Русские моряки получали те же лекарства и продукты, что и раненые японцы Из 24 тяжелораненых в госпитале скончалось только двое Они были похоронены японцами на христианском кладбище Чемульпо с воинскими почестями Ранее там же были погребены тела 11 матросов «Варяга», которые умерли от ран на иностранных судах вскоре после боя Особенно тепло ухаживали за нашими ранеными местные жители Зная, что русские непривычны к корейской кухне, они стали сажать на своих огородах картошку Варили ее по-русски в мундирах и носили раненым с соленой капустой и огурцами Впоследствии все раненые были отправлены для более профессионального лечения в японский город Мацуяму После чего они смогли вернуться на родину Но главная историческая сенсация ждала нас в городском музее Инчхона Внимание! Перед вами уникальные кадры Вы впервые видите гюйс легендарного варяга Он был поднят японцами с затонувшего крейсера вскоре после боя Из-за ветхости этот гюйс никогда нигде не выставлялся Поэтому до сегодняшнего дня о его существовании в России не подозревали даже специалисты По состоянию флага можно судить о том, что пришлось пережить русским морякам в том сражении Хотя перед боем гюйс был снят и находился в сигнальном ящике Он буквально весь изрешечен осколками В своем донесении Руднев так описывал действия японских фугасных снарядов Верхняя палуба пробита в нескольких местах Все вентиляторы и решетки крейсера обращены в решето Вместе с гюйсом варяга здесь же хранится и один из шлюпочных флагов канонерской лодки «Кореец» Он также был поднят японцами со дна залива вскоре после боя На нем по-прежнему хорошо читаются русские буквы По словам сотрудников музея, все эти флаги были оставлены японцами в Чимульпо И попали в руки корейцев только после Второй мировой войны Вместе с ними в музее оказалось еще несколько реликвий сваряга и корейца Сегодня их можно увидеть в открытой экспозиции Это две русские винтовки, якорь с корейца и два бронебойных снаряда крейсера «Варяк» Все эти вещи попали в наш музей в 1945 году после поражения и бегства японцев из Кореи Впервые они были выставлены для всеобщего обозрения 57 лет назад, когда музей переехал в новое здание Но вы – первые русские журналисты, которые ими заинтересовались Любопытно, что ни один из матросов и офицеров варяга и корейца не попал после боя в японский плен Уважая мужество, проявленное русскими моряками в том бою, адмирал Уриру согласился пропустить их через зону боевых действий для возвращения на родину Через два месяца пароход с моряками варяга и корейца прибыл в Одессу Россия встретила героев Чемульпо громом оркестров, многотысячными манифестациями и небывалым взрывом патриотических чувств В Одессе прямо на пароходе всем участникам боя были вручены Георгиевские кресты 10 апреля 1904 года 30 офицеров и 600 матросов варяга и корейца специальным эшелоном выехали в столицу Повсюду на станциях их встречали тысячные толпы народа Каждый город устраивал в честь героев торжественный обед В Курске офицерам подарили иконы серебряных и золотых окладов В Орле жители поднесли Рудневу золотой кортик В Москве тысячи горожан пришли встречать героев на Курский вокзал На Садовом кольце по случаю приезда моряков варяга и корейца была построена деревянная триумфальная арка Народ подхватывал моряков на руки и с криками «Ура!» нес по улицам города Вечером для офицеров был устроен великолепный прием в зале благородного собрания А 16 апреля героев встречал Санкт-Петербург Торжественным маршем моряки прошли по Невскому проспекту от Николаевского вокзала до Зимнего дворца Вовсюду их приветствовали громадные толпы народа, которые едва сдерживали войска, выстроенные вдоль всего проспекта Казалось, весь Петербург вышел в этот день на улицу, писал один из очевидцев этой встречи Восторг был всеобщим Крики «Ура!» и овации заглушали звуки оркестров Дамы осыпали героев цветами На Дворцовой площади моряков ожидал государь и великие князья Приняв рапорт командиров варяга и корейца, Николай II обошел фронт команд благодаря всех за службу Затем моряки кораблей-героев прошли церемониальным маршем по Дворцовой площади В Николаевском зале Зимнего дворца для нижних чинов и офицеров были накрыты столы Вся посуда была изготовлена специально для этого обеда и расписана георгиевскими лентами После приема все столовые приборы были подарены его участникам в качестве памятных сувениров От города Санкт-Петербурга каждый матрос получил в подарок именные часы Тогда же в России появились и первые песни, посвященные варягу Всего их было около 50 Но только одно из них суждено было обрести поистине бессмертную славу Самое удивительное то, что ее текст написал немецкий поэт, не знавший ни слова по-русски 25 февраля 1904 года в Германии было опубликовано стихотворение Рудольфа Грейнца, посвященное варягу По словам автора, оно было написано под впечатлением статей в германской прессе о подвиге русских моряков Вскоре в Петербурге появился его перевод, сделанный Евгением Студентской В России стихи произвели огромное впечатление и вскоре стали народной песней Знаменитую мелодию, по некоторым сведениям, сочинил музыкант 12-го гренадерского астраханского полка Алексей Турищев Который принимал участие в торжественной встрече варяжцев в Москве ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 9 февраля 1904 года легкий бронепалубный крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» были заблокированы в корейском международном порту Чемульпо японской эскадрой из 14 боевых кораблей. Русским морякам было предложено сдаться и передать корабли японцам. Военный совет офицеров «Варяга» принял решение. Лучше умереть в бою, чем посрамить честь андреевского флага. Сражение продолжалось около часа. Ввиду невозможности дальнейшего сопротивления, команды «Варяга» и «Корейца» приняли решение уничтожить корабли, чтобы они не достались неприятелю. «Кореец» был взорван, а «Варяг» затоплен. Однако на этом история легендарного крейсера не закончилась. Вскоре после боя выяснилось, что крейсер затонул неглубоко. Во время отливов уровень воды в заливе Чемульпо падал более чем на 9 метров. В это время можно было увидеть почти весь правый борт «Варяга». Узнав об этом, японцы начали работы по его подъему. Уже через месяц после боя в Чемульпо из Японии были доставлены водолазы и специальное оборудование. С крейсера сняли все орудия, спилили мачты и трубы, выгрузили уголь. Но все попытки поднять его в 1904 году закончились неудачей. Только 8 августа 1905 года после строительства специальных кессонов удалось оторвать крейсер от вязкого и листого дна. В общей сложности работы по его подъему продолжались 19 месяцев и стоили японской казне более 1 миллиона йен. В ноябре 1905 года «Варяг» собственным ходом вышел в Японию. Почти два года «Варяг» находился в городе Йокосука на капитальном ремонте. В 1907 году он был зачислен в состав японского флота под именем «Сойя». Тогда в Японии было принято давать кораблям имена по названию рек, озер и островов. «Сойя» – один из самых северных мысов острова Хоккайдо. Однако в знак уважения к мужеству русских моряков японцы оставили на его корме прежнее имя крейсера «Варяг». На всех остальных трофейных кораблях русские названия были сбиты. В течение 9 лет крейсер был учебным кораблем кадетской школы. На нем проходили стажировку и обучение будущие японские офицеры. Любопытно, что занятия с каждой новой группой преподаватели обычно начинали со слов «Здесь вы будете учиться тому, как нужно защищать честь своей Родины». Впоследствии штурвал «Варяга» был передан на самый знаменитый корабль японского флота линкор «Микаса». В 1904 году линкор «Микаса» был флагманом японской тихоокеанской эскадры. Именно на нем адмирал Тога засчитал своим офицерам обращение японского императора о начале боевых действий против России. В 1926 году линкор «Микаса» был поставлен на вечную стоянку в порту Йокосука как символ японской воинской доблести и национального духа. Мы стали первыми российскими журналистами, которым японцы разрешили снимать на этом корабле. Многие десятилетия линкор «Микаса» был для Японии главным символом победы в войне 1904-1905 годов. Он принимал участие в осаде Порт-Артура и печально известном для России Сусимском сражении. Красной краской отмечены попадания русских снарядов. На его борту находилась штаб-квартира главнокомандующего японской объединенной тихоокеанской эскадры адмирала Тога. Именно он отдал приказ внезапно атаковать русские корабли в Порт-Артуре и руководил действиями японских моряков во время Цусимского боя. На «Микасу» пришло и первое донесение адмирала Урию о битве с варягом и корейцем. Сегодня здесь в главном зале выставлен штурвал варяга. Он был снят с крейсера во время его капитального ремонта в Йокосуке. Личные вещи офицеров и командира варяга обнаруженные в каютах японцы вернули их владельцам в 1907 году. Тогда же адмирал Урию написал Рудневу письмо в котором отдал дань уважения храбрости русских моряков и мужеству их командира. Примеров подобного благородного отношения к противнику в той войне было немало. В Японии того времени был еще силен дух Бусидо. Это древний свод правил и законов поведения самурая во время войны. Согласно этому кодексу воин должен до последней капли крови сражаться на поле битвы но одновременно благородно относиться к побежденному противнику. Русские солдаты и матросы были такими же воинами к тому же храбрыми и стойкими и потому японцы всячески старались смягчить для них тяготы и унижение плена. Хотя сто лет назад Япония не была богатой страной русские военно-пленные получали ту же медицинскую помощь что и японцы. Русских солдат и офицеров даже хоронили в Японии на местных кладбищах а не где-то отдельно. Это было знаком особого уважения к мужественному противнику после его смерти. Во время Первой мировой войны между Россией и Японией начались переговоры о возвращении на родину нескольких бывших русских кораблей служивших в японском флоте. В начале 1916 года после длительных торгов русское правительство выкупило варяг у японцев. В марте того же года крейсер отправился в Россию. 21 марта 1916 года тысячи жителей Владивостока наблюдали, как в бухту Золотой Рог входят три русских корабля под японскими флагами. Это были броненосцы первой Тихоокеанской эскадры Полтава и Пересвет и уже успевший прославиться на весь мир крейсер Варяг. Сохранились уникальные кадры кинохроники. Через 12 лет после знаменитого боя Варяг вновь швартуется у родных берегов. В полдень 22 марта с флаг штоков спустили японские флаги и корабли были вновь приняты в состав российского флота. По решению командования отныне Варяг комплектовался чинами из гвардейского экипажа. В связи с этим на крейсере был поднят Георгиевский вымпел. Осенью 1916 года он прибыл на север, где был зачислен в состав флотилии Северного Ледовитого океана. Вскоре после обследования его технического Вангрию. В марте 1917 года он прибыл в Ливерпуль. Дальнейшая судьба Варяга сложилась трагически. После известия об октябрьском перевороте в России британское правительство приказало задержать в своих портах все русские корабли. К этому моменту стоимость ремонта крейсера была оценена в 300 тысяч фунтов стерлингов. Когда выяснилось, что большевики не собираются платить по царским долгам, англичане конфисковали Варяга и спустя некоторое время продали его одной из немецких компаний на металлолом. 5 февраля 1920 года два буксира повели обреченный крейсер в порт Глазгорь. Во время буксировки к месту слома в Ирландском море начался сильный шторм. У берегов Южной Шотландии Варяга наскочил на скалы и затонул. Правда, опять неглубоко. Во время отливов корпус крейсера выступал из воды почти на два метра. Все попытки снять его со скал не увенчались успехом. Тогда новые хозяева начали разбирать его прямо в море. В 1925 году все работы на месте крушения Варяга были закончены. до сегодняшнего дня считалось, что крейсер был полностью уничтожен во время разделки на металлолом и никаких следов от него не осталось. Этой точке зрения придерживалось большинство советских, а затем и российских историков. Однако никаких документальных доказательств этой версии на протяжении последних 79 лет приведено не было. Наша съемочная группа решила впервые проверить это предположение на месте. Согласно архивным данным Варяг наскочил на скалы неподалеку от двух шотландских рыбацких деревень Герван и Лендерфи. Это была единственная точная информация, которую мы обладали перед началом нашей экспедиции. На ее подготовку ушел почти целый год. Все оборудование для работы под водой мы привезли с собой из Москвы. Главной базой нашей команды стала деревня Герван. Здесь были арендованы две рыбацкие лодки и двухмоторный катер. На катере находился аппарат для дозаправки аквалангов кислородом прямо в море. В Герване нас ждало и первое неожиданное открытие. Оказалось, что до середины 20-х годов варяг был достаточно известен среди местных жителей. Во время отливов они подплывали к нему на лодках, а самые смелые даже поднимались на полуразрушенную палубу. В 1925 году корпус крейсера взорвали и он навсегда скрылся под водой. После этого интерес к русскому кораблю быстро угас. К сожалению, никаких архивных документов о последних днях варяга ни в Шотландии, ни в Англии не сохранилось. Не осталось в живых и свидетелей его разборки на металлолом. Шотландские рыбаки смогли лишь приблизительно указать нам район, где более 80 лет назад затонул наш легендарный крейсер. По их словам, местные аквалангисты-любители искали останки варяга около 30 лет назад. Русские в этих местах вообще никогда не появлялись. Я живу здесь больше 40 лет, но никогда не видел русских и не слышал, чтобы они интересовались этим кораблем. Первый день поисков подтвердил наши худшие опасения. Огромные заросли ламинарии покрывали почти все дно возле берега. Погода тоже была не на нашей стороне. Ветер с Атлантики раскачал море и видимость под водой резко ухудшилась. Кстати, температура воды в Ирландском море даже летом не превышает 12 градусов. Первые погружения результатов не принесли. Напряжение нарастало с каждым днем и часом поисков. Местные рыбаки посоветовали искать варяг чуть дальше от берега. По их словам, за последние десятилетия металлические останки корпуса могли сильно зарасти водорослями. Все, что находилось над водой, с крейсера сняли еще до взрыва. Но многое осталось в трюмах. До вас здесь погружались всего несколько человек. Я слышал, что они видели там паровые котлы, шлюббалки и какую-то большую бронзовую дверь, которую даже пытались поднять наверх. Но неудачно. она оказалась слишком тяжелой. Наконец, наступило 3 июля 2003 года. Как обычно, мы оставили наших аквалангистов возле темневшего под водой рифа, а сами отошли подальше в море. Прошло почти 50 минут после первого погружения, но ребята все не появлялись. Наконец, 12 часов 35 минут над водой показался Дмитрий. В полумиле от берега он обнаружил первые фрагменты варяга. Это были дельные вещи босманских приспособлений с хорошо сохранившимися отверстиями для винтов. По словам Дмитрия, под водой он видел огромные металлические плиты с заклепками и остатки каких-то конструкций. Можно понять то нетерпение, с которым мы ждали возвращения на борт наших операторов, ведь на этом месте под водой никто никогда не снимал. Вот эти уникальные кадры. Перед вами останки легендарного крейсера «Варяг». Взрыв буквально разметал останки корабля на огромной площади. Они лежат на глубине 6-8 метров в 4-х милях от Гервана. Что-то затянуло песком и илом, но бронзовые и латунные фрагменты крейсера сохранились превосходно. Особенно поразило нас качество стали. Под тонким слоем ржавчины она сверкала как новая. Возле броневой палубы крейсера Андрей нашел остатки сливного устройства. Его решетка прекрасно открывалась и закрывалась даже после 80 лет проведенных под водой. На следующий день после немалых усилий нам удалось поднять ее на поверхность. Вес сливного устройства оказался нешуточным почти 40 килограмм. Ну что поздравляю вас первая вещь сваряга ребят. Тяжелем на слушай. В тот же день нами были обнаружены и подняты на поверхность куски проволоки и медных трубок из паровых котлов Никласа. Самой сенсационной находкой нашей экспедиции стала латунная табличка с маркировкой американского завода Сноу, поставлявшего на варяг паровые приводы и насосы. На обратной стороне прекрасно сохранились японские иероглифы, выбитые согласно надписи во время ремонта крейсера в Йокосуке в 1907 году. После этой находки все сомнения отпали. Нами найден именно легендарный варяг. В последующие дни поиски были продолжены с утроенной энергией. 5 июля наши аквалангисты обнаружили паровые котлы и остатки машинного отделения. Это была центральная часть крейсера. Нашли машину, она от синего буя, метров 15 буквально лежит. паровые котлы? Паровые котлы, огромные, из нескольких кусков. Я, что смог, почистил кусочек, совсем небольшой. Так что имеет смысл дальше пройти? Может быть найдем корму так даст назвать? Может быть да. То есть ясно уже, что там лежит корпус, а дальше паровые котлы, и видимо все-таки он стоял носом туда и кормой. К сожалению, возможности нашей экспедиции не позволили поднять на поверхность крупные фрагменты механизмов варяга. Поэтому все, что невозможно достать из воды мы тщательно фиксировали на пленку. На четвертый день экспедиции погружение совершил внук командира крейсера Никита Пантелеймонович Руднев. Он родился в эмиграции в 1945 году. Узнав о нашей находке, Никита Руднев специально прилетел из Франции в Герман, чтобы собственными глазами увидеть останки варяга. Это был один из самых эмоциональных моментов нашей экспедиции. Вы видели моряк, Никита? Да! Возьми куски интересные. Вы знаете, первое впечатление у вас уникальная команда, потому что чтобы находить что-то на фонде моря это чудеса! Это чудеса! Это как страшно! Трава везде! И они нашли что-то! уникально! Раньше я имел фотографии, знаете, это только абстрактно, но теперь видеть и трогать это уникально! Ох, как я рад! Спасибо! Спасибо всем! В тот же день наша съемочная группа единогласно решила передать один из найденных фрагментов варяга в музей Всеволода Федоровича Руднева в Тульской области. Командир легендарного крейсера «Варяг» Всеволод Федорович Руднев умер незадолго до Первой мировой войны в июле 1913 года. Похоронили его рядом с собственным имением в деревне Савино Тульской губернии. После революции его вдова вместе с тремя сыновьями вынуждена была бежать из России спасаясь от красного террора. Так Рудневы оказались во Франции. Сегодня внук национального героя России Никита Руднев живет на юге Франции недалеко от города Экс-Сан-Прованс. Он родился 2 января 1945 года в Бургундии. Его отец младший из сыновей Руднева Пантелеймон Всеволодович мать француженка. В юности Никита получил прекрасное юридическое образование. После этого почти 30 лет работал в одной из крупнейших французских нефтяных компаний. Владеет четырьмя европейскими языками, увлекается лыжами, подводным плаванием и историей. Особую страсть питает к музыке. В Экс-Сан-Провансе Никита Руднев создал небольшой джазовый оркестр, с которым часто выступает на домашних концертах. Жена Женевьев-Дюран родом из Марселя, француженка. С ней Руднев познакомился в 1967 году, когда впервые попробовал самостоятельно выучить русский язык. Трудно поверить, но до 40 лет он почти не говорил по-русски. Отец, по его словам, как и большинство русских эмигрантов первой волны, слишком много работал и почти не уделял времени его воспитанию. А мать говорила с ним только по-французски. Когда мне было 40 лет, я задавал себе вопрос. Что? Ты не говоришь по-русски? Где твои корни? И я ответил, надо учить русский язык, надо находить свои корни. И снова я начинал учить русский язык. Вы видите результат, может быть, это скромный результат, но все таки это больше чем ничего. Тульские дворяне Рудневы ведут свою родословную с 16 века. Только эта семья дала российскому флоту трех адмиралов, одного генерал-майора по адмиралтейству, шестерых штаб и четырех обер-офицеров. Всего же в разное время 15 представителей этой фамилии служили России под Андреевским флагом. К сожалению, по словам Никиты, большинство фамильных реликвий, оставленных в России, пропало без следа. Сегодня у него хранится расписка, выданная его бабушке, московской судной казной. Здесь, перед отъездом из России, она оставила на хранение в сейфе все ордена Всеволода Федоровича, золотое наградное оружие, многочисленные подарки, в том числе и от японского императора. Всего больше пуда различных ценностей. Такую же расписку она получила и в морской библиотеке Севастополя, где оставила все фамильные иконы. Часть этих ценностей была разграблена в 20-е годы, а часть продана за границу. Последние 20 лет Никита Руднев целенаправленно собирает по всему миру архивные документы и предметы, связанные с историей варяга. Говорит, что делает это ради внуков, чтобы они не забывали о своем русском происхождении. Всего у Никиты и Женевьевы трое детей и шестеро внуков. Это удивительно, как память теряется. И поэтому я хотел для своих детей все сохранять, чтобы они знали, знали, откуда они русские корни. Вот так. Несколько лет назад Никита Пантелеймонович впервые побывал на родине своих предков в Тульской области. Имение Рудневых находилось между селом Савино и деревней Мышенки в нескольких километрах от Симферопольского шоссе. Здесь провел последние годы жизни и скончался командир варяга Всеволод Федорович Руднев. Имение было небольшое, но уютное. Двухэтажный господский дом окружали многочисленные хозяйственные постройки. Во врагах было устроено два живописных пруда, где разводили рыбу. Отставной контр-адмирал жил скромно, но когда сгорела соседняя деревня, он на свои личные сбережения построил для погорельцев несколько новых домов. Когда уже после смерти Руднева грянула революция, имение было разграблено и уничтожено до основания. Этот кусок кирпичной кладки все, что осталось от главного дома и многочисленных усадебных построек. К началу 30-х годов здания разрушили и растащили вплоть до фундаментов. На месте прудов сегодня непролазное болото. Каким-то чудом сохранилась только вековая лиственница, посаженная Всеволодом Федоровичем у въезда в имение. В 30-е годы была уничтожена и могила самого Руднева. Как известно, командир Варяга был похоронен в селе Савинском возле храма Казанской Божией Матери, попечителем которого он был многие годы. В советское время церковь закрыли, а кладбище сравняли с землей. Только после Великой Отечественной войны усилиями местных энтузиастов удалось приблизительно определить место, где могла находиться могила Руднева. Так здесь появилось это надгробие. Бронзовый бюст был установлен только в 1992 году. В 80-е годы в селе Русятино был создан Народный музей Руднева. Денег на строительство отдельного здания тогда не нашлось, поэтому экспозицию разместили прямо в правлении колхоза. Часть экспонатов для музея передал старший сын Руднева Николай. Этой зимой в канун столетия подвига крейсера «Варяг» власти Тульской области впервые решили построить для музея отдельное добротное здание. В Советском Союзе о подвиге легендарного крейсера вновь вспомнили во время Великой Отечественной войны. В 1945 году советские солдаты громили миллионную Квантунскую армию на Дальнем Востоке уже с песней о городе Варяге. Сразу же после войны на экраны страны вышел художественный фильм «Крейсер Варяг». Роль Руднева сыграл выдающийся русский актер Борис Ливанов. Покажем врагу как умеют драться за флаг и родину русские моряки. На прорыв вражеской эскады в бой к победе и славе. Ура! 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 В роли Варяга выступил знаменитый революционный крейсер Аврора. К этому моменту он был единственным сохранившимся кораблем времен русско-японской войны. На символе Октябрьской революции была установлена четвертая труба, сняты башни с орудий и впервые после 17-го года поднят Андреевский флаг. Любопытно, что из-за съемок фильма Аврора почти на полгода позже намеченного срока встала на место своей вечной стоянки. В 1947 году старший сын Руднева Николай, вернувшись из эмиграции на родину, передал Центральному музею военно-морского флота несколько фамильных реликвий. Среди них пробитую осколком фуражку командира Варяга и часть подарков, поднесенных Рудневу депутациями различных русских городов. В 1954 году в Советском Союзе было широко отмечено 50-летие подвига варяга и корейцев. Тогда еще были живы некоторые участники знаменитого сражения Учимульпо. Из разных концов страны в Москву для участия в торжествах были привезены 12 бывших матросов варяга. Товарищ команда варяга по приказанию командира нашего любимого всеми Руднева вела себя четко, мужественно, отвазно, без всякой суматохи. Указом Президиума Верховного Совета СССР все варяжцы, оставшиеся в живых, были награждены медалью за отвагу. А некоторые, особо отличившиеся, получили вторую медаль за победу над Японией и орден Красной Звезды. Во время этих торжеств был обнародован приказ главкома ВМФ Кузнецова о присвоении имени Варяг одному из строящихся новых советских крейсеров. Совет министров СССР поручил Министерство обороны позаботиться об установлении памятника командиру крейсера Рудневу. Однако в те дни даже самые смелые люди не отважились напомнить о судьбе еще одной исторической реликвии связанной с Варягом. В июле 1911 года в Петербурге был торжественно освящен новый храм Спас на водах. Он был построен на народные пожертвования в память всех моряков погибших в русско-японской войне. Здесь же хранилась икона из корабельной церкви Варяга перед которой команда молилась накануне сражения. В 1932 году храм взорвали по постановлению исполкома Октябрьского райсовета. Бронзовые доски с именами погибших моряков и серебряные алтарные врата отправили на переплавку. Церковные утвы, иконы и награды погибших из музея при храме продали за границу. Среди этих ценностей была и икона сваряга. Сегодня в Петербургской военно-морской академии имени адмирала Кузнецова можно увидеть несколько чудом сохранившихся мозаик из снесенного храма. До 1995 года они были спрятаны в подвалах русского музея. Мозаики выполнены по эскизам художника Васнецова и академика живописи Груни. Три из них были выломаны из стен накануне взрыва. А вот лик спасителя, являвшийся частью главной алтарной картины, нашли на дне канала уже после сноса храма. Огромная мозаика была полностью уничтожена взрывом, но к изумлению очевидцев на лике Христа отброшенным в канал не было даже царапины. Еще одну бесценную реликвию из храма Спас на водах нашей съемочной группе удалось разыскать во Франции. Бургундия. Маленький провинциальный городок Семюр-Анексуа. Крепость 14 века, аккуратные домики с черепичными крышами, тихие уютные улочки. Сегодня здесь, на окраине городка, живет внучатый племянник знаменитого русского мецената Николай Васильевич Солдатенков. Например, хорошо всем известная Боткинская больница в Москве была построена на пожертвование его прадеда Косьмы Терентьевича и до революции называлась Солдатенковской. Отец Николай православный священник. Он родился в 1938 году в Париже. Его дедушка Косьма Васильевич был участником русско-японской войны, служил мичманом на крейсере Олег. Именно он пожертвовал храму Спас-Наводах на престольный крест, сделанный по его заказу у Фаберже. В 30-е годы на закрытом ленинградском аукционе для иностранцев этот крест был продан с молотка вместе с другими ценностями уничтоженного храма. Купила его богатая американка. По дороге домой она остановилась в Париже, где ее неожиданно познакомили с семьей русских эмигрантов Солдатенковых. Потрясенная историей гибели храма, она вернула крест Косьме Васильевичу. Сегодня эта святыня хранится у отца Николая. Российские телезрители видят ее впервые. Вот подарок моего деда храма спас на водах на престольный крест. Сзади написано на пиздах лейтенанта Космы Васильевича Солдатенкова за упокой в бою в море погибших дорогих товарищей 31 июля 1911 года. Тут во-первых знак и номер ауксона мне кажется номер 435 и потом штемпель фаберже как полагается. Но для меня самое важное что этот крест это святыня. Недавно отец Николай написал завещание согласно которому крест будет возвращен в Россию как только восстановят храм Спас на водах. Если этого не успеет сделать он крест должны передать на родину его дети и внуки. Недавно был сделан первый шаг к восстановлению храма. В год 300-летия Петербурга рядом с тем местом где когда-то стоял Спас на водах была построена часовня. Освящал ее отец Николай Возвели часовню на народные пожертвования собранные за несколько лет комитетом восстановления храма памятника русским морякам. Истос воскресе Истос воскресе На большее денег пока в России найти не удалось. Любопытно, что в Японии был также построен храм в память о моряках погибших в русско-японской войне. Он находится в историческом центре Токио в районе Харадзюку. Храм назван в честь адмирала Тога, который командовал объединенной японской тихоокеанской эскадрой в той войне. Здесь есть специальная комната, где хранятся его портреты, бюсты, приказы и личные вещи. Одна из особо почитаемых святынь – сабля адмирала Тога. Эта сабля прошла с адмиралом Тога всю русско-японскую войну. Согласно кодексу самурайской чести Бусидо оружие – это сердце воина. Поэтому для каждого военного человека в Японии эта сабля является частицей и его сердца. Она имеет статус национального сокровища, и мы храним ее так же бережно, как и священную память о наших предках. Поминальные службы совершаются здесь каждый день. Храм Тога синтаистский. Наряду с буддизмом синта – одна из двух основных японских религий. Ее истоки лежат в древних языческих верованиях японцев, которые обожествляли горы, камни и растения. Согласно религии синта, японский император является наместником богов на земле. Поэтому самая достойная кончина для самурая – это смерть за своего императора. дважды накануне русско-японской и второй мировой войны синтаизм становился государственной религией Японии. Уже сегодня здесь готовятся широко отметить столетие Цусимского сражения – одного из кульминационных моментов русско-японской войны. Недавно в местных магазинах появилась даже новая марка пива в честь победителя русского флота в Цусимском проливе адмирала Тога. А перед храмом несколько месяцев назад был установлен плакат, на котором написано «Эта победа живет в наших сердцах, и мы должны передать ее новым поколениям как память о доблести и несгибаемом духе японского народа». В 1912 году русское правительство перевезло останки погибших варяжцев из Чимульпо на родину. Их тела были преданы земле на морском кладбище Владивостока. Товарищ капитан 1-го ранга, войска Владивостокского гарнизона для отдания воинских почестей героям-морякам кресле-аварях построен военный комендант гарнизона подполковник Волков. Есть. Здравствуйте, товарищи! Здравия! Каждый год матросы и офицеры Тихоокеанского флота России приходят сюда, чтобы отдать воинские почести героям варяга. Здравствуйте, товарищи! Моряки, гвардейцы, крейсер «Варяг»! Сегодня уже мало кто знает, что судьба этой могилы была столь же непростой, как и история самого легендарного крейсера. Товарищи, что для нас, русских людей, крейсер «Варяг»? Это беспримерный подвиг героизма и мужества. Это любовь к родине и верность отечеству, верность своему долгу. Моряки, варяжцы, моряки канонерской лодки «Кореец» не спустили андреевских флагов перед армадой японских кораблей. Они с честью выстояли, погибнув, увековечив себя, но прославив на века Россию русских людей. Набирать! Вул! До революции за могилой ухаживали послушницы монастыря, находившегося рядом с кладбищем. В 20-е годы на его территории разместилась рота связи. В 1934 году группа красноармейцев-телефонистов сбросила крест с вершины памятника. Его отбитые лучи валялись в кустах вплоть до Великой Отечественной войны, пока сюда не пришли матросы и офицеры крейсера «Калинин». В 1946 году они по собственной инициативе восстановили крест на могиле варяжцев и привели территорию кладбища в порядок. После этого команда крейсера «Калинин» написала обращение к потомкам. Вот эти слова «Пройдут века и новые поколения русских моряков с гордостью будут носить в своих сердцах светлую память о тех, кто в грозный час для отчизны не склонил голову перед врагом. Спите спокойно, герои. Дело, за которое вы отдали свои жизни, восторжествовало. Отныне навсегда над водами Тихого океана будет риять гордый флаг Родины, нашей России». Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Корректор